Да, ну всем добрый день. Я представлюсь. Меня зовут Шмидт Эдуард. Я основатель и генеральный директор компании, которая называется Sale Consulting Group. Это компания, которая занимается консалтингом. И тема, которая сегодня заявлена, это, ну так, на две части можно разбить. Сайт есть, а продаж нет. То есть это первая часть. И вторая часть, это как помочь клиенту создать высокодоходный отдел продаж. Первое, что хотелось бы понять, кто слышал от клиента первую вещь. Когда сайт есть, продаж нет. Сайт сделали, а клиент приходит и говорит, ну вот что-то не продается. Бывало, да, такое? Давайте тогда постепенно начнем разбираться. Вторую часть я объясню по ходу презентации. То есть как в ходе продажи ваших профильных услуг, потому что я понимаю, что вы разработчики, да, и вы не будете заниматься непрофильным, да, там продавать консалтинг и так далее. И это не нужно. Но тем не менее, встроив небольшие процессики, небольшие кусочки, можно очень сильно поднять свою экспертность, очень сильно облегчить жизнь клиенту и повысить его лояльность. Чуть-чуть о себе, о компании, чтобы было понимание, почему вдруг я здесь, почему, ну, я имею небольшое право порассуждать на эту тему, подискутировать. Это то, из чего состоит наша компания, из каких направлений. Откуда опыт? Компания у нас достаточно молодая, чуть меньше двух лет мы существуем на рынке, но за это время выполнено уже порядка 80 проектов разных, в разных сферах абсолютно. И чем больше проектов, тем больше мы приходим к пониманию, что у 80, а то и у 90% клиентов в отделе продаж и в маркетинге происходят одни и те же проблемы. Одна и та же беда и она простая, решать ее можно очень просто и, собственно, вот об этом чуть расскажу. И второй момент, это мой личный, так как я в том числе веду проекты, откуда мой личный базис? Он из двух больших компаний. Где-то я видел здесь представителей 1С RARUS, я работал в RARUS в Новосибирском и потом после RARUS я работал в Microsoft. То есть вот эта база, эта школа, которую я получил в плане личных продаж, в плане управления продажами. Ну и, собственно, потом все это выродилось в мою собственную компанию. Ну, давайте по порядку. Первое, о чем хотелось бы сказать, это вот я постарался выделить сухой остаток. Может быть, тот с этим согласится, может быть, нет. Можно на эту тему дискутировать, но как бы там anyway, тем не менее. Взгляд клиента, взгляд разработчика. Клиент, когда заказывает сайт, он в итоге хочет видеть продажи. Он может не всегда это осознавать, он может не всегда это понимать, но для клиента, особенно мы это видим со стороны консультантов, когда мы приходим, клиент нам говорит, я заказал сайт, а продаж нет. То есть для клиента сайт равно продажи. Для разработчика, опять же, не всегда это так, но зачастую разработчик говорит как. То есть мы делаем классные сайты. То есть интеграция, высокая нагрузка, 5-10 и так далее. Классные сайты. Выглядят красиво, все функционирует, двигается, перемещается, обменивается с 1С. И так далее, все супер, мы классные разработчики. И из-за этого возникает вот этот, как я дальше это назвал, такой когнитивный диссонанс или системная ошибка. В чем она? Она в том, что результат разный. То есть результат, как клиент оценивает результат. Клиент оценивает результат с точки зрения продаж. Продажи есть, хорошо, продаж нет. В чем-то ошибка. И не факт, что ошибка в сайте. Сайт может быть хороший, все может быть хорошо, потому что есть еще много-много-много процессов, от которых это зависит. Но клиент, и мы это лишнее, каждый раз убеждаемся в консалтинге, не понимает этого. Он не заглядывает глубоко и не пытается разобраться в своих процессах. Для разработчика успешный проект, результат проекта – это сайт в соответствии с техническим заданием. Ну грубо говоря, что все сделано по ТЗ, все сделано как там прописано и так же, как говорил Роман. То есть тот дизайн, который утвердили, он и будет, если потом начались какие-то там осенью, настроение поменялось и так далее. Это уже как бы не наша проблема, извините. Из-за чего так происходит? Происходит из-за того, что разное отношение к продукту в первую очередь. То есть для вас сайт – это основной продукт, это основной процесс, интернет-магазин, неважно. Это то, на что направлены все ваши усилия. То есть вы над этим работаете, вы набираете людей, вы выстраиваете процессы, технологии и так далее, чтобы делать хорошие сайты. Для клиента процесс разработки сайта – это где-то вот там 25-я задача в отделе маркетинга по приоритету. И дай бог, если генеральный там заходит раз в две недели или раз в месяц и узнает, а что у нас там с сайтом. То есть приоритеты разные абсолютно в голове клиента и в вашей голове. Важность, опять же, ну в сторону приоритета, в сторону важности. Когда заказывают клиенты сайты, зачастую то, что мы слышим, зачем они приходят за сайтом, кто заказчик. Заказчиком могут являться продавцы, которые приходят и говорят либо маркетингу, либо коммерческому, генеральному. У нас клиенты постоянно говорят, что у нас сайтом что-то не то, либо у нас его нет и так далее. Нам нужен новый, давайте переделаем или давайте создадим. В данном случае заказчик это продавец, который пришел. Или там пришел в компанию новый маркетолог очень активный и понимает, что надо себя сейчас показать. Но почему бы нет, давай начнем с сайта. Приходит, продает генеральному эту идею. Ну то есть бывает абсолютно по-разному. В итоге разные критерии оценки, результатов. Из-за вот этого всего возникает вот такая вот системная ошибка. И из-за этого возникают проблемы. Я думаю, вы с какой-то периодичностью слышите то, что сайт есть, продаж нет, значит вы виноваты якобы. Ну такое бывает. Почему это происходит? Да и что дальше вообще с этим делать? Картинка, ну постарался подобрать, да, такую аналогию прям прямую. Что она показывает? Клиент, ваш заказчик, то что я уже говорил, не всегда хочет вообще разбираться в своих процессах. Он не всегда умеет это делать. Умеет взять все вот эти процессы, которые я здесь перечислил и разобраться в них. Потому что сайт это лишь маленький-маленький кусочек во всем процессе, который влияет на продажи у компании, у вашего заказчика. Но заказчик не хочет раскладывать этот процесс на составляющую, он его оценивает в целом. Если на выходе продаж нет, он приходит, ну к вам скорее всего придет, да, и скажет, что вы не очень хорошие люди, потому что сделали не очень хороший продукт, у него продаж нет. И что внутри-то, да, что под водой, на что на самом деле должен смотреть ваш заказчик в идеале? Он, конечно, это будет делать не всегда. Первое, да, это уникальное торговое предложение. Это то, как он позиционирует себя на рынке, свой товар, свои услуги, как он доносит это потенциальному своему покупателю. Второе, это маркетинг. То, как он выстраивает. И маркетинг не в том понимании, как это сделано в большинстве российских компаний, где маркетологи печатают визитки, да, и занимаются там раздаточными материалами. А маркетинг, результатом которого является лидогенерация, то есть количество лидов, количество потенциальных клиентов. Отдел продаж. Отдел продаж огромнейший блок. То есть он у них какой? Он у них многоуровневый, он у них одноуровневый. У них менеджер работает со всеми клиентами подряд, и с маленькими, и с большими, или есть какая-то классификация и так далее. И все вот эти вещи, да, дальше автоматизация, там CRM, IP-телефония, все-все-все. Все, если вместе это взять, в совокупности это тот продукт, который продает вас заказчик. И если вот это все отстроено хорошо, это хороший продукт. Если вот это все не отстроено, все, что под водой, это плохой продукт. И как его не упаковывай, каким красивым сайтом его не подавай, каким красивым интернет-магазином его не подавай, да. То есть из там G нельзя сделать конфетку. А вот из конфетки можно легко сделать. И поэтому если у него внутри, ну грубо говоря, G, и он со всем этим не разобрался, а вы сделали классный продукт со своей стороны, то он все равно будет недоволен. Потому что внутри бардак полный. То есть, ну, основная проблема – дисбаланс, да. Дисбаланс внутреннего состояния вашего заказчика, да. То, как он обслуживает клиентов, как общаются его продавцы, хамят, не хамят и так далее. То есть все вот эти вещи. И то, что сделали вы ему, какой продукт вы ему сделали. Вы можете сделать первоклассный продукт, но если внутри бардак, ну, то есть не продашь, ничего хорошего у заказчика не будет. Ну, собственно, а что сделать? Наше предложение, да. Это провести аудит. То есть это тот самый процесс, который может стоять в начале, как только вы начинаете общаться с клиентом. И мы работали с Романом, да, с эти констрактом, в том числе, там делали проект совместный. И сейчас мы продолжаем работать, но уже на тему совместной продажи консалтинга, да, и для интернет-магазинов, для разных вещей мы ведем на эту тему переговоры. У вас есть бриф у всех, да, то есть по брифу вы заполняете определенные вещи, но если, опять же, сухой остаток вытащить, бриф больше нужен для того, чтобы ТЗ составить, да, правильно, и чтобы потом технически правильно все сделать. Вот. Это не про ТЗ. То есть вот этот аудит не про ТЗ. Этот аудит про погружение в бизнес клиента, про понимание его процессов, его интересов, его истинных задач, что он на самом деле хочет. Вот. Его цели, каким результатом он хочет прийти, через какое время, и что у него внутри, какие у него люди, какие у него процессы, какая у него автоматизация внутри, то есть какой у него бэкграунд, и сможет ли он, если вы сделаете ему первоклассный интернет-магазин, если вы еще занимаетесь продвижением, да, вы дадите ему хорошее продвижение, либо там ваши партнеры это сделают, и у него пойдет большой поток заявок, большой поток лидов, сможет ли он элементарно их обработать, да, потому что зачастую банально просто с этим не справляется. То есть делаешь им хороший интернет-магазин, да, настраиваешь поток, а внутри такой бардак, что они просто не могут это переработать, потому что они не готовы к такому потоку. Вот. То есть такой аудит проводится достаточно просто, да, что, что, как его проводить? То есть я постарался максимально просто разбить и, ну, выделить это в качестве вот такой вот ключевой формулы, да, в которой каждый показатель включает в себя процессы, людей, технологии, и, собственно говоря, по вот этой формуле можно разложить весь бизнес клиента и очень быстро провести аудит и понять, что внутри. Ну, собственно, из чего состоит? Я думаю, формула всем максимально понятна. Маржа, объяснять не нужно, да, лиды, то есть это тот входящий поток, который генерирует бизнес вашего заказчика, количество обращений с интернет-магазина, с холодных звонков, с каких-то личных встреч и так далее, то есть сколько к нему приходит потенциальных клиентов, с какой конверсией он их обрабатывает, то есть насколько эффективно работает его отдел продаж, сливают они, не сливают и так далее, да, какой средний чек и какая частота покупок на одного клиента за определенный период времени. То есть разложив элементарно на вот эти 4-5 показателей, вы уже будете обладать гораздо большей информацией и для клиента это будет ценно, если вы начнете разговор вот об этом. Соответственно, далее. 4 процесса, которые сломаны, ну, вот по нашей статистике примерно у 63% клиентов, скорее всего, даже больше, над которыми точно можно работать и по которым можно точно предлагать дополнительные услуги в виде того же консалтинга. Первый процесс – лидогенерация. То есть то, что я уже сказал, да, система привлечения новых клиентов. У большинства бардак полный с этим. То есть они, клиенты, заказчики не понимают, как правильно это делать. На примере клиент приходит и к нам в том числе приходят после аудитов и говорят там, хотим интернет-магазины и так далее. И первый вопрос, который я всегда задаю, зачем вам интернет-магазин, задача какая? Либо зачем вам сайт, задача какая? Даже к сайту это больше относится. Говорит, хотим продажи повысить. Я говорю, окей, давайте разбираться на примере сайта. Какой сайт вы хотите? Начинают мне описывать, какой сайт они хотят. Описывают абсолютно просто имиджевый сайт, на котором перечислено все-все-все, чем они занимаются. Я говорю, вам это зачем? Ну, надо описать все, чтобы знали. Вдруг клиент зайдет, он должен прочитать все-все-все про нас. Я говорю, вы уверены, что клиент будет это читать? Клиент заходит с конкретной потребностью. Он вбивал какой-то конкретный запрос, в каком-то, ну, конкретный контекст у него был. Он заходит с конкретной потребностью. Он хочет увидеть в ближайшие там 5-6 секунд ответ на свой конкретный вопрос. То есть и вот эти 5-6 секунд – это эмпирически выведенные цифры. Если в течение 5-6 секунд клиент на сайте не видит ответ на свой конкретный вопрос, скорее всего он его закроет. Скорее всего. Потому что как происходит? Когда клиент что-то ищет, он открывает порядка 7-8 сайтов, пробегается по ним бегло, в течение 5-6 секунд не увидел на сайте то, что я сказал, эти сайты закрывает. На которых что-то увидел, что-то зацепил, а те оставил, начал скроллить, смотреть более подробно. Поэтому следующее, что я говорю, вам не классический сайт нужен. Вам для решения вашей задачи нужен лендинг. Лендинг пейдж, посадочная страница. И здесь важно, как мы мыслим. Важно мыслить с точки зрения бизнес-процесса. То есть не то, что хочет клиент, я хочу сайт, а какую задачу он хочет решить. И там мы начинаем разбираться, проводим аудит. В данном конкретном случае его задачу очень хорошо и круто решает лендинг пейдж, который будет генерировать ему гораздо большее количество лидов, чем нежели классический сайт. И в итоге клиент останется доволен. То есть задача в данном случае для клиента не донести до максимально большого количества аудиторий просто информацию, чем занимается его компания. А его задача забрать контакты потенциального клиента и передать их в отдел продаж. Все. Ну то есть простая технология, не более того. Следующее, лид конвершн. То, как конвертируют, это первичные продажи. Это отдел продаж, это первая линия, которая продает. И с этим тоже проблемы. Либо там неквалифицированные ребята сидят, либо у них, опять же, у них нет инструментов, которыми они продают. У них нет скриптов, у них нет хороших коммерческих предложений, у них нет стандартов общения. В большинстве компаний, я такие аналогии всегда привожу, есть продавец, которого можно дать ему нож и сказать, вот иди в тайгу, выживай. А есть продавец, которому можно полностью его снарядить, дать ему полное обмундирование, ну и, соответственно, кому будет выжить легче. Вот в большинстве компаний продавцы вот с одним ножом, ни скриптов, ни стандартов, ничего, 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 но при этом как бы руководство от них требует продавай. Ну, это странно, это неправильно требовать от продавцов, когда у них нету необходимых инструментов, с помощью которых, которые помогали бы им продавать. Дальше аккаунт менеджмент, повторные продажи. С этим тоже беда, не отслеживается это в большинстве компаний. Повторные продажи. Продали раз, в лучшем случае позвонили клиенту второй раз, если он там сказал перезвоните там через два месяца, через три месяца, через полгода и так далее. Но в большинстве случаев забывают про клиентов и просто каждый раз перелопачивают новые базы данных. То есть этот процесс не отстроен. Ну, и лит-менеджмент, это, соответственно, система возврата отказавшихся клиентов. То есть что делать, когда клиент сказал нет первый раз, да? В большинстве компаний забывают про этого клиента и постоянно ищут новые и новые базы данных. Соответственно, этот процесс позволяет вернуть отказавшегося, выстроить с ним правильную стратегию общения. Ну, и вот такая картинка, чтобы было максимально наглядно. Я много с чего говорю. Как это происходит? То есть, может быть, не всем видно. В самом верху написана текущая зона маркетинга. То есть это охват, который генерирует. То есть это лидогенерация. Над этим процессом можно работать. Ключевая проблема, которая там написана, что маркетинг слишком рано передает холодных клиентов в проработку продавцам. Не квалифицировали клиента, не поняли, относится ли он к вашей целевой аудитории или не относится, как вот Роман сейчас говорил. Многих клиентов они пропускают мимо, потому что они создали портрет своей целевой аудитории и они сказали, вот с этими нам интересно, а вот с этими, как бы мы ни хотели, но с точки зрения наших процессов, наших бюджетов и так далее, мы не будем с ними работать. Если вот этого нет, то маркетинг всех подряд отправляют в отдел продаж и отдел продаж просто захлебывается. Вторая проблема. Продавцы работают только с горячими клиентами, позволяя сомневавшимся клиентам уходить. Ну и это логично, да, когда на них сваливают такой большой поток, им максимально просто работать с теми, кто сразу говорит, да, мне это интересно, давайте обсуждать, давайте встречаться, оставлять техническое задание и так далее. И третья проблема. Большие затраты на маркетинг, чтобы вернуть потерянные лиды. То есть те, которые сказали нет, если вы про них забыли, вы потратили на это, ну не вы, заказчик, ваш заказчик, про него же говорим, потратил на это определенный бюджет на то, чтобы их привлечь. Если он про них забыл и никак с ними не работал, чтобы снова сгенерировать себе такой же объем, ему снова нужно тратить эти бюджеты. Этого можно избежать. То есть этих трат ненужных можно избежать. Соответственно, как? С помощью каких инструментов? Ну вот варианты, да, самые простые я перечислил. Если мы говорим про процесс лидогенерации, что можно предлагать клиенту? Это лендинг. То есть нужно разбираться, как я уже говорил, когда он приходит, нужно понимать, какую задачу он хочет решить. Если он приходит и говорит, я хочу интернет-магазин, зачастую бывает так, что ему нужен и интернет-магазин, и лендинг на какие-то конкретные товарные предложения, либо на какой-то конкретный оффер, который будет генерировать контакты потенциальных клиентов. Когда у нас проходил федеральный семинар в Новосибирске, и мы с Романом там совместно выступали, я приводил пример на озоне, на примере озона. То есть я брал несколько примеров их посадочных страниц, где они, задачи этих посадочных страниц, они забирают ваши контакты, потом сегментируют вас, отправляют вас в свою рассылку, в рассылки вставляют дополнительные баннеры. Если вы по этим баннерам переходите, происходит субсегментация и так далее. То есть они очень грамотно это делают. Я объяснял, ну как они это делают. То есть у них и интернет-магазин, и лендинги работают. То есть нужно идти от задачи. Лендинг плюс контекстная реклама, плюс там таргетированная реклама, ну самые распространенные, самые простые инструменты. В итоге на выходе, то есть то, что я вначале говорил, клиент ожидает продажи. Вот эта связка гораздо более вероятнее даст продажи. Второй момент. Lead Conversion. Это в первую очередь скрипты обучения. То есть над чем можно поработать. Когда клиенту вы делаете интернет-магазин, элементарно, если у него есть IP-телефония, вы можете послушать записи разговоров, как менеджеры общаются. Если нет, можете просто навстречу приехать и послушать, как они это делают. И помочь ему написать правильные скрипты. Аккаунт-менеджмент. Система повторных касаний. Upsell, cross-sell, контент-маркетинг. Вот контент-маркетинг, email-маркетинг – это вообще великая вещь. Это и клиент-менеджмент тоже относится. То есть когда клиент сказал нет и сказал не звоните мне, либо позвоните через полгода и так далее, контент-маркетинг очень сильно спасает. Идея какая? Клиент отказался, например, на этапе интереса. То есть он обращался, либо продавец ему позвонил в холодную, он сказал, да, в принципе, мне интернет-магазин интересен. Да, я понимаю, что он нужен, но не сейчас, придите через полгода. Окей, мы поняли, что ему интернет-магазин интересен, мы его добавляем в отдельную рассылку на тему того, какую пользу может дать интернет-магазин его бизнесу. И начинаем присылать ему полезные статьи на эту тему. Действительно полезные, не просто спам какой-то, а статьи, из которых он может понять, что действительно, не имея интернет-магазина, он сейчас теряет деньги. Мы приглашаем его на мероприятия, мы поздравляем его с днем рождения и так далее. Мы даем ему какой-то полезный контент. В итоге мы постоянно его касаемся. То есть мы это называем серией касаний. К чему это приводит? Что мы постоянно находимся в зоне видимости клиента. И как только через полгода клиент созрел, и у него возникла реальная потребность, он дошел до этого, первого, кого он вспомнит, это вас. Потому что вы были постоянно в зоне видимости. Мы постоянно его касались. Ну и процесс лид-менеджмента – это автоматизация. То есть никуда без CRM, никуда без эпителефонии в отделе продаж, никуда без описания бизнес-процессов, без стандартов общения. Если этого нет, в отделе продаж творится хаос. И как бы классно интернет-магазин или лендинг не генерировал заявки и там потенциальные заказы, если внутри бардак, продавцы будут это сливать, в итоге заказчик все равно будет недоволен. В итоге к чему можно прийти? Я вот так назвал раздел «Продаем не продукт, а процесс». Почему процесс? Потому что ваша ключевая компетенция – это разработка. Это сайт, интернет-магазины, порталы и так далее. И если вы встроите вот этот маленький блок, про который я говорил, вот этот аудит, причем с точки зрения трудозатрат, это может занимать как от 20 минут телефонного разговора, либо скайпа, ну так и до двух часов личной встречи в зависимости от масштаба клиента. Нужно ли это делать для каждого клиента? В идеале да, но решать вам опять же с точки зрения трудозатрат. Усложняет ли это вам процесс продажи, встраивать этот аудит, потому что это не совсем ваше профильное? Нет. Почему? Потому что клиент это оценит. То есть клиент будет вам за это благодарен, если вы постараетесь разобраться в его процессах и сказать, смотри, ты пришел ко мне для того, чтобы заказать интернет-магазин. И да, мы сделаем тебе его, но как только ты дойдешь до вот этого этапа, у тебя вот здесь будет провал. И ты потом придешь к нам и скажешь, что скорее всего, наверное, мы накосячили. У тебя вот здесь провал, вот здесь провал и вот здесь провал с точки зрения продаж. И клиент будет очень сильно благодарен и попросит даже вас, скорее всего, попросит, потому что по нашей собственной практике, подскажи, как исправить, что сделать. Либо сам помоги исправить, либо порекомендуй тех людей, которые могут мне это исправить. В итоге в глазах клиента вы будете выглядеть более профессионально. Не будет такого, как я часто слышу, когда клиент говорит, а вот эти ребята, которые делают сайты, программисты, вот эти программисты. То есть вы не должны быть в глазах клиента программистами, либо просто разработчиками. Вы должны быть в глазах клиента профессионалами, которые могут разобраться в его бизнесе, в его процессах, разложить это все на составляющие. И не только с точки зрения своего основного продукта выполнить свою задачу, но и с точки зрения всего бизнес-процесса. Сказать, как это должно быть и где узкие места у клиента. Ну и, соответственно, чем можем помочь мы. То есть мы сейчас пробуем на эту тему общаться с IT-констрактом, и мы общаемся. И я думаю, мы в ближайшем будущем придем, в первую очередь, к консалтингу в плане интернет-магазинов, потому что в интернет-магазинах бардак полный, и мы проводим аудиты интернет-магазинов, и это есть один из пунктов. Делают, ну ужас полный делают в плане интернет-магазинов. У нас есть такой термин продающие триггеры, которые должны быть в интернет-магазинах. То есть это специальные продающие элементы, которые цепляют внимание клиента, формируют его доверие, повышают лояльность магазину и так далее. Ну, интернет-магазин выглядит ужасно. Соответственно, мы в этом плане можем помочь. Мы можем помочь в плане проведения вот этого базового первичного аудита. Мы можем помочь в плане проведения скриптов. То есть как по методу тайного покупателя, так и просто прослушав записи, если у клиента есть эпителефония. В результате, ну то, как мы работаем. Дальше мы готовим пошаговый отчет с пошаговой программой мероприятий, которые нужно сделать для того, чтобы продаж в компании стало больше, для того, чтобы выстроить систему продаж. И на этапе аудита, после того, как мы проводим аудит, в процентах в 60 случаев клиент нам задает вопрос, сделайте нам сайт, сделайте нам лендинг, сделайте нам интернет-магазин, хотя мы вообще не разработчики. То есть мы консультанты. Но потому что мы разложили ему весь процесс аудити, мы все это показали и объяснили важность интернет-магазина и сайта и важность всех остальных процессов. Он все это комплексно понял. И, соответственно, он уже лоялен к нам. И не он нам говорит, какой он интернет-магазин хочет, а мы уже ему говорим, какой у него должен быть интернет-магазин с точки зрения его процессов. Соответственно, мы разработкой не занимаемся, но мы занимаемся разработкой программированием, не занимаемся, разрабатываем концепции. То есть мы рисуем, грубо говоря, макет, то, как должен выглядеть лендинг с точки зрения блоков, где какой блок должен быть, где какой текст должен быть написан. Почему здесь? С точки зрения того, чтобы лендинг был продающим, действительно, чтобы человек, который туда попал, захотел оставить свои контакты. Проводим обучение, пишем скрипты и разрабатываем систему лид-менеджмента. То есть то, о чем я говорил. То есть это весь процесс от момента обращения клиента до момента продажи, что с ним происходит, сколько раз менеджер должен позвонить, о чем должен поговорить на первом звонке, о чем на втором звонке, когда должен назначить встречу и так далее. То есть это мы все делаем. И клиент, если вы хотя бы предложите ему первый блок аудит, обещаю, вам будет очень сильно благодарен вам за это. Ну, на этом все. Вот контакты. Если есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу на них. Здрасте. У меня вопрос такой. Какую ответственность вы, вот когда клиенту говорите по поводу повышения продаж, берете на себя, ну, им как-то процент обозначивать или там оплата идет? Я понял вопрос. CPO или как у вас устроено? Это самый распространенный вопрос и со стороны клиента в том числе. Потому что клиенты чаще всего это и спрашивают. Да, я понимаю. В консалтинге есть, ну, грубо говоря, можно разбить проекты на два разных типа. Есть проекты, на выходе которых должен быть результат, грубо говоря, деньги в кассе. А есть проекты, на выходе которых должен быть процесс. Вот нет процесса, надо процесс построить. То есть когда мы строим процесс, нету речи о том, что, ну, деньги в кассе будут. Мы пока строим процесс, деньги будут потом. Это следующая итерация. А когда мы говорим про деньги в кассе, мы можем работать под результат. Да, мы привязываемся. Мы либо вообще работаем под результат, то есть у нас вообще нет гонорара. Мы вообще работаем под чистый результат. Либо у нас есть какой-то гонорар. Это наше время. Так же как трудозатраты программиста и так далее, техподдержки. Есть какой-то процент с результата, потому что это наша прямая мотивация. То есть нам гонорар не интересен. Размер гонорара для нас, ну то есть это не бизнес. Для нас интересен результат, который получит клиент и забрать дельту с этого результата. То есть вот таким способом. И часто с магазинами выгодно получается. так работать? Что? С магазинами часто так выгодно получается? Ну, с магазинами у нас не так много среди клиентов магазинов. То есть к нам больше обращаются B2B клиенты, у которых либо какие-то услуги, либо какой-то сложный продукт, но не интернет-магазин. Но среди интернет-магазинов сейчас больше всего проектов по созданию лендинга. Либо по проведению аудита интернет-магазина. Потому что обращаются, мы смотрим их интернет-магазин, хаос полный, мы говорим, что поменять в текущем магазине. А если сделаете лендинг на вот такое предложение, то клиентов будет гораздо больше, заявок будет гораздо больше. То есть по такой модели работаем. У меня такой вопрос. Есть клиент наш, которому мы довольно давно и успешно продаем лидов. И с лидогенерацией все в порядке, все как бы идет хорошо. Качество лидов мы тоже оцениваем. С ними все тоже хорошо. Но совершенно явно по записи звонков видно, что дальше начинается твориться ад, бардак, звонки теряются, клиентам хамят и так далее. Вот что бы вы могли… И клиент не видит этой проблемы. То есть он считает, что все в порядке. Продажи идут, продажи же идут. А то, что они идут в два раза меньше, чем могли, он этого не видит. И что бы вы могли посоветовать такому клиенту? И какие бы вы услуги могли предложить? У такого клиента CRM есть? Стоит CRM или нет? Да, есть. Ну вопрос, насколько они ее правильно настроили. Они в нее вообще заглядывают в отчеты? То есть и просто элементарно… Они сами разработчики CRM. Они сами разработчики? Ну то есть тогда они элементарно должны видеть просто воронку свою. Количество лидов, которые поступают им на вход, например, тысяча. И количество продаж, которые из этого капают. Они считают, что все в порядке. Штучные. А почему они считают, что все правильно? То есть их устраивает этот объем? И как бы прибыли проценты все устраивает. То есть они нам платят, получают лидов. И, ну короче, у них все сходится. Все хорошо. Но у меня есть подозрение, что это рано или поздно должно прекратиться, потому что они еще раз посчитают и уйдут. Не, ну здесь просто им элементарно нужно прочитать воронку и сказать, ребят, если ваши продавцы из тысячи поступивших лидов будут на следующий этап переводить не 200, да, а 300. И это можно сделать благодаря скриптам, благодаря прописанию бизнес-процесса, правильного, как они это будут делать, обрабатывать. То есть прописать бизнес-процесс, под каждый этап свой скрипт и так далее. То на выходе денег станет сильно больше. Ну то есть там элементарно, если начинать считать, увеличение конверсии на 1-2 процента в итоге в деньгах приводит к двухкратному, трехкратному росту. Ну то есть важно показать вот эту картинку. И важно показать, что если есть запись разговоров, да, как вы говорите, оби-телефонии, то есть просто, ну я не знаю, они не слушают, наверное, эти записи. То есть либо аналитику свою не смотрят, да, воронку. Они должны понимать, что там конверсия там в 0,000 сколько-то процентов, да, это мало и это неправильно. То есть нужно вот это показывать. Нужно переводить все в цифры и аргументировать цифрами и сказать, смотрите, вот здесь мы можем конверсию сделать не 0, там 0,5, да, там, а 3 процента. Ну как? Ну вот благодаря вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. Он говорит, ну окей, сделайте. Мы говорим, окей, если сделаем, если на выходе будет вот столько-то денег, вот эта часть наша. Согласен? Согласен. Все супер делаем. Спасибо.